На самой обычной Екатеринбургской улице, на самые обычные Екатеринбургские автомобили, сошла самая обычная лавина. Заурядное природное явление в перемешку с необычным ДТП засек самовидеописец одного из едва не поучаствовавших в нем автомобилей. Ехал он по улице имени Бебеля под надземным трубопроводом для пеших людей на перекрестке с улицей Таватуйской. И тут в момент, когда в пять вечера в пятницу по трубе, покрытой поликарбонатом, проходил какой-то, видимо, особо вибрирующий гражданин, сверху сошла лавина. Нихрена себе! Владелец авторегистратора ударной волной потрясен был, очевидно, настолько, что словарный запас у него заклинило. Охренеть! А еще на словах он просил передать через портал Е1, цитата, Четыре машины пострадали. Я ехал через одну машину, секунд пять-семь и тоже был бы пострадавшим. Остальные водители попытались объехать их, чтобы не затруднять движение, как раз начинал сейчас пик. Я увидел, что заднего стекла нет у той машины, которая объехал. Его просто выдавило. Лобовое в ноль, одни трещины. И еще две машины справа, там тоже повреждения, лобовое стекло и кузов. Теперь передние и задние стекла менять придется, править багажники и крыши. Сейчас водителям главное разобраться, кому предъявлять это все. Конец цитаты. Ну, с этим-то делом как раз проблем меньше всего. Конечно, совсем мало этих проблем у тех, кто оформил каска. Хорошая каска и не такой снегопад отобьет. Но и для тех, у кого такого варианта нет, вообще ничего не потеряно. Если сами не догадаются, кому вчинить иск или предложение заплатить по-хорошему, то юристов с достаточным количеством свободного времени в этом городе больше, чем снега.